Мировая оперная прима Елена Образцова готова забрать его в свой театр. Он разрушает стереотипы оперного исполнителя на запрет многих продуктов. Его лирический баритон эксперты от оперы признают эталонным. У него очень хорошие нервы. Это ценнейшее для певца качество. Что коллекционирует и чем увлекается финалист большой оперы Илья Сельчуков. В проекте агентства теленовостей «Наши таланты». Концерт был Зураба Саткилавы. И тогда закралась мысль. Слушаю его на сцене, думаю, неплохо было бы на этой сцене и самому спеть. Тогда мне еще было лет 12, наверное, 13. Последний спектакль перед закрытием на реставрацию театра, на реконструкцию. Это был Евгений Онегин с Николаем Сергеевичем Калятком. И это был мой первый дебютный спектакль на сцене театра. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание. Онегина, вот его постоянно как-то над ним нужно работать. Он не дается легко. И постоянно какие-то подводные, при каждой все простоте, подводные какие-то постоянно такие препятствия. Это титульная партия, которая остается в копилке потом на всю жизнь. И с нее очень многие баритоны начинают, и она идет вместе с ними по жизни потом эта партия. Сначала фортепиано, но сказали, мальчик талантливый, неусидчивый, давайте на хаде. И меня на хоровое дирижение. Потом казалось, что там абсолютный слух прорезался, способности какие-то к пению. И вот так все и началось. Заниматься с ним было одно удовольствие. Два раза повторять ничего не надо было. Я поучаствовал в конкурсе вокалистов Убельская ластовка. Это был 2000 год, по-моему, или 99-й. Вылетел с первого тура. Адам Османович меня взял. На следующий год я уже поступил, закончил лицей, поступил параллельно в консерваторию в нашу, продолжая заниматься. В Ирис Андреевне Шиманович по специальности хоровое дирижирование. И на третий курс в училище получал образование рукава. Если не было, что будет какая-то такая уж большая перспектива, мы просто начали заниматься. Ну, уже сольным, пением, вокалом. После училища я его закончил. Выиграл конкурс Убельская ластовка с Адамом Османовичем. Это был мой первый конкурс, который я выиграл. Илюша приехал и занял первое место. Он говорит, ну, ты знаешь, Адам Османович, человек рождается за 9 месяцев, ну, что, певец родился на первую премию. Вся жизнь у нас в коллективе проходила. Домой я возвращался из лицея, но, наверное, всегда не раньше 8 часов вечера, потому что у нас первую половину дня это были общие занятия. И потом музыкально во второй половине дня и до вечера много играли Леонид Васильевича в баскетбол. Там у нас шикарный спортзал был, у нас очень все хорошо со спортом. Педагоги обижались у нас, пианистов не пускали, скрипачей. Пальцы может выбить палец, повредить. Как же потом играть академ? У хоровиков такого нет. Парень очень музыкальный, с хорошей головой, вдумчивый, с кругозором, что очень ценно для меня, по крайней мере. Я коллекционирую вообще распевки. Зайди, зайду, зайду. Вот такая распевка есть очень интересная. Это распевка от Адама Османовича. А вот это вот, это распевка от Петра Васильевича Редигера. Он прекрасно поет на всех языках, на которых написана вокальная музыка. В семь часов начинается запись программы. И все, конечно, пишется очень долго, но по нескольку дублей все, кроме выступления певцов. Выступления певцов пишутся с одного дубля, как бы то ни было. Остановился, разошелся. Здесь я честно говорю, что мы все описали. У нас второго шанса не было. Получше спеть и получше взять ноту и потянуть ее подольше. Несколько там у нас мониторов. Если чуть-чуть начинаешь двигаться обратного, ты не слышишь звук монитора. Здесь можно потеряться. Вместе с этим нужно смотреть не столько на зрителя, сколько на красный огонек. Вот так вот туда-туда-туда. Нужно при этом еще и петь. Ты в нее посмотришь, там протрешь платочечком, сделаешь. Потом туда, смотри на огонек туда. И это все сильно отличается от того, что можно увидеть на оперной стиле. Это происходило на Мосфильме. Это безумно интересно. Конечно, эти все павильоны исторические Мосфильма. Илья в последние годы очень много ездит по разным странам. И выступает в разных спектаклях. Он видит и понимает вот эти тенденции, которые сейчас развивают оперное и вокальное искусство. Все в равных условиях. Конечно, это обременительно, это волнительно. А волнение само, когда ходишь, смотришь, журналисты, ходят, спрашивают публика. И ты знаешь, ты сейчас поешь вот в 3-4 камеры эти, которые на тебя смотрят. И это будет видеть вся страна потом. Когда мы участвовали вместе, я смотрела, как он умеет собраться, как он умеет взять себя в руки, вот чего мне, например, не хватало в какие-то моменты. Он четко знает, что он хочет, как он, так сказать, вот это будет делать и все такое. То есть он весь собранный. Ну, какое-то волнение творческое наверняка присутствует, как у каждого, наверное, человека, каждого актера. Но оно не того качества, это волнение. Не качество, так сказать, вот мандража, как мы говорим, да, трусости там какой-то. Нет, этого у него нет. Высоко образованный, ведь все-таки у него базовое образование лицей. Блестяще владеет фортепиано. Светлая голова. Прекрасные нервы. Прекрасные. Это вообще эталонно, как он может держаться. Этот человек не может не вызывать восхищения. Его вот эта жажда, жажда чего-то нового, жажда участия в этих конкурсах, хотя это огромное нервное напряжение. Он очень быстро учит. Это, конечно, большое дело для певца, когда он может очень быстро все это сделать. Илье очень легко дается многие вещи. Он одарен в плане музыки и в других вещах, и поэтому ему легко дается. То, что он может выучить за 10 минут, допустим, кому-то другому, там, мне нужно 3 дня, к примеру, или 4. Молодому певцу очень важно набираться опыта, набираться впечатлений правильных, хороших музыкальных, развивать вкус локальный и вкус музыкальный. Сто процентно профессиональный артист. Он в каждой своей роли абсолютно достоверен. Вот веришь в каждой его фразе, каждому его жесту. В кармане у меня семечки. Халлву не ем просто не очень в последнее время. Как-то не очень нравится. А все остальное кушаем. Минеральную воду тоже, да, кофе. Все. Кто-то кофе, в принципе, не пьет. Кто-то говорит, что от всего горячего. Там, да ты что, ты что, кофе попил? Да ты что, это ж мокруто пойдет. Как можно? Не знаю, мне как-то оно не влияет. А может, я не замечаю, просто влияет, да я не замечаю. Не очень удачная партия Жермона. Просто эталонная партия у него. Мне было интересно с ним работать. Я уже видел, что вот-вот-вот-вот-вот он пошел, 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 пошел. Потом один конкурс, другой конкурс. И он лауреат Жичайковского, лауреат Глинки. И вообще, мне кажется, что его бы званий хватило бы на весь мой класс. Он настолько подходит ответственно ко всем своим ролям, что вот приходя уже на премьеру, видишь, что ну как бы, как будто никаких затрат сил, энергии. Все как-то легко и просто. Вот, ну ведь вы же понимаете, что в искусстве, когда видишь результат легко и просто, это значит была очень серьезная и тяжелая работа предварительная. Он человек умный, эрудированный. И то, что мы могли наблюдать на большой опере. И, конечно, я отношусь к нему с огромным уважением и даже с любовью. Илья добрый, Илья справедливый. Ну, я не знаю, он такой, каким должен быть человек. Вот я, это идеал человека для меня. Идеал мужчины, идеал друга, идеал мужа. Илья очень любит подводную рыбалку. С недавних пор он купил себе костюмы, зимние, летние, и он ныряет, он обожает подводный мир. Вот белорусские реки. В концертах, конечно, пересекаемся. Даже пели дуэты. И вот тут, конечно, он меня подставил конкретно. Мы с ним пели дуэты Сильвы и Эдвина. А он человек очень остроумный. И, конечно, он меня раскалывает. А я, мне только палец покажи, я уже готова смеяться. И остановиться невозможно. И вот в одном дуэте я помню, что, да, была критическая ситуация. Практически я там еле-еле через смешки допела. Я верю, что он удержится в опере, потому что он очень правильно воспитан. Дома, в лицее, в училище и в консерватории. Я очень благодарен Богу за то, что получал образование такое серьезное, классическое, которое дает наша гимназия-колледж при консерватории. И это не пустые слова. Не случайно же вот Елена Васильевна Образцова сказала, будь у меня театр, я бы вас обязательно пригласила. Вот именно такие артисты и должны, собственно, представлять оперное искусство. Так, надо идти на сцену уже. А? Хорошо. Ну все, мы на репетицию уже идем. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Продолжение следует...